всем салам алейкум сегодня у нас такой неподробный короткий эфир о том как правильно снимать свадьбу вот я дам общее положение для тех кто допустим уже давно снимает либо совсем недавно начал это делать чтобы у них был какой-то короткий план по тому как правильно снимать свадьбу вот минутки три на дождемся зрителей и начнем а Продолжение следует... Продолжение следует... Зачитаю список... Такой из 19 пунктов, чего делать нельзя на свадьбе категорически Итак, давайте начнем Как правильно снимать свадьбу? Многим кажется, что Приехав или придя на съемочную площадку Можно начинать снимать с того места Куда вы пришли? Допустим, вы заехали, пришли к невесте домой И вы начинаете прямо у невесты дома Вы пришли в банкетный зал И вы начинаете прямо в банкетном зале Иногда все не так просто и очевидно, как это кажется Потому что я вот сейчас несколько свадеб смонтировал чужих И съемка, очередная съемка началась прямо с невесты Невеста готовая с детьми стоит И первый кадр оператора Это готовая невеста с детьми Вот как это монтировать, я не знаю Абсолютно не знаю, как это монтировать То есть это неполноценная съемка Для меня это как будто вот Невеста пришла домой, оделась Позвала, ну там у нее оператора не оказалось Она вспомнила, что ей нужен оператор И она позвала, и первый попавшийся оператор к ней приехал И начал снимать Вот это похоже на вот эту съемку Поэтому давайте сейчас вам О примерах я тоже немножко позже расскажу Я вам расскажу так, как делаю я И так, как мне подсказывают опыт Потому что у меня большой опыт не только в съемке У меня большой опыт и в монтаже тоже Потому что если вы что-то делаете неправильно на съемках Соответственно вам будет сложнее монтировать И даже если вы сами не монтируете Имейте ввиду, что человек, который сидит за монтажом Он вас будет вспоминать там Не очень хорошими словами Если вы будете что-то делать не так Плохо снимать, снимать без фокуса Снимать полпотолок, снимать без пауз и так далее Это все для него будет гораздо сложнее В последующем монтировать Поэтому вот я сейчас коротко опишу Сам процесс съемки, которого я придерживаюсь Где бы я ни было, какую бы свадьбу я ни снимал И я вам рекомендую тоже придерживаться Вот этого минимального списка условий Которые нужно учитывать, придя на свадьбу Самое первое, это вы должны прийти вовремя Это очень важно Это подчеркивает компетентность Вашу компетентность вот именно в этом вопросе Вообще приход вовремя Это очень много говорит не только о вас Как там о профессиональных Но и о том, какой вы человек просто Не видеограф, а какой вы просто человек Ответственный или нет То есть вот именно по этому одному параметру О вас можно составить характеристику Вы ответственный человек или нет Это очень важно И многие люди, многие люди, да Особенно те, которые тоже ответственные Которые приходят вовремя Они эти нюансы часто подмечают То есть они сразу делают на этом акцент Соответственно и я тоже, да Я практически всегда я прохожу вовремя Даже заранее на час, на полтора могу прийти Раньше, чем меня позвали Вот И если мои видеографы вовремя не приходят на съемку То у нас рано или поздно будет какой-то конфликт Потому что я не люблю, когда мои видеографы опаздывают на съемку То есть у меня есть конкретное время И даже, ну с учетом начала свадьбы Я могу за полтора часа сказать видеографу Чтобы он пришел, допустим, свадьба там в 12 начинается Я говорю, что в 10.30 он был в зале Подготовились, не подготовились, значение имеет То есть видеограф за полтора часа должен быть в зале Посмотреть обстановку, свет, звук Возможность подключения и так далее, и так далее Снять оформление, вот это все Пока гости придут и так далее Вот, на это все нужно, ну, минимум полтора часа Вот Поэтому прийти вовремя Это самый важный параметр Куда бы вы ни пришли, да Домой к жениху, домой к невесте В банкетный зал и так далее Это очень важно, имейте это в виду После того, как вы пришли Куда бы, где бы вы ни оказались, да В любой локации Имейте привычку всегда снимать адресный план Вот Адресный план это Внешний план Здание, помещение, дома И так далее Место, где вы находитесь Если вы приехали к невесте Снимите дом снаружи Снимите, ну, окрестность Пару кадров можете снять, да, окрестности Допустим, если вы где-то на возвышенности Там, ну, допустим, у нас вот здесь Торки есть, да Село такое находится, ну, под горой Вот, если вы снимаете там Снимите окрестность Красиво же С высоты, там, птичьего полета Снять город, да Видя оттуда Вот, поэтому Снимаем адресный план Если это квартирный дом Без разницы Это частный дом Там, трехэтажный Там Допустим, дом олигархов Не олигархов Это не имеет значения абсолютно никакого У вас есть план Вот вы по нему и снимаете, да Понятно, что, допустим Многоквартирный какой-то Советской постройки дом Вы не будете там 15 кадров разных ракурсов снимать, да А если это какой-то дом Покрасивее Можно там какие-то детальки поснимать Чуть Задержаться на этом этапе Вот Поэтому Обязательно снимаем фасад Если вы пришли в зал Снимите фасад Вы можете снять какие-то необычные планы Выйти немножко За Общий план То есть снять дальний план Я всегда рекомендую снимать Вот И вот Начинать съемку С дальних планов То есть Когда дом целиком Допустим Поместился Еще допустим Поместилось Еще два соседних дома А потом уже можете снять Чисто Сам дом Потом можете снять улицу В две стороны Если есть красивые окрестности Снимите окрестности Если Там я не знаю Птицы Деревья И так далее Можете несколько кадров Сопутствующих Внешние съемки Тоже снять Да И все это делается Независимо от того Вы к жениху приехали К невесте приехали В зале В зале вы снимаете Я не знаю В детском саду Вы снимаете Дни рождения Детские клубы Без разницы Где бы вы ни были Имейте привычку И даже если Это неуместно Ну Заставляйте себя Это делать Потому что Это хорошая привычка Это вот Как прийти вовремя Это то же самое Как прийти вовремя Вы не можете Один раз Прийти вовремя А второй раз опоздать Там третий раз Опять прийти вовремя Такого не бывает Либо вы приходите вовремя У вас есть хорошая привычка Либо вы постоянно Опаздываете Вот Одно из двух Нету там Пятьдесят на пятьдесят И так далее Или я хочу прийти вовремя Я прихожу А я не хочу прийти вовремя Я опаздываю Ну не бывает такого Я не видел такого Люди которые опаздывают Они опаздывают всегда Люди которые вовремя приходят Они всегда вовремя приходят Здесь то же самое, если вы выработаете себе привычку снимать адресные планы, снимать фасады, снимать наружные планы местности, где вы находитесь, это будет очень хорошо. Если вы можете снять фасады, адресные планы с помощью коптера, это будет вообще идеально. То есть, когда у меня коптерщик, допустим, приходит и я его прошу снять адресный план, я прошу его снять не только план дома или окрестностей, где я снимаю, иногда я прошу снять несколько планов в разные стороны. То есть, целиком, где мы находимся, в каком городе, если какие-то достопримечательности видно из этой области, в какую-то сторону, если обернуть, допустим, коптер, видно какое-то достопримечательное. Можно и туда, и сюда несколько планов в четыре разные стороны, я прошу коптерщика сделать. Это вспомогательные планы. Иногда, знаете, некоторые операторы что делают? Допустим, съемка закончилась, и на следующий день они могут прийти и в этом же месте снять то, что им не хватало. Какие-то, я не знаю, крупные планы, адресные планы и так далее. Дорогу снять, машины проезжают и так далее. То есть, можно снимать конкретные планы местности, где вы находитесь, а можно снимать вспомогательные сопутствующие планы тоже. То есть, для монтажа, так или иначе, где-то нужны будут перебивки, отвлеченные, не относящиеся именно к тому, что происходит. Поэтому имейте привычку, выработайте ее, снимать начало съемки, делать с фасадов, с адресных планов. Это самое важное. После того, как вы сделали предварительную съемку, сняли фасад, дом снаружи и так далее, что мы делаем дальше? Обычно мы снимаем какие-то детали. Ну, допустим, вы сняли дом, заходим, если люди есть во дворе, кошки, собаки, деревья, какие-то необычные фрукты, фруктовые деревья и так далее, что-то растет. Я не знаю, какие-то детали, допустим, у них статуи во дворе стоят и так далее. Снимаем вот эти детальки. То есть, никогда вот зашли и сразу у нас начался сюжет, такого быть не должно. То есть, монтаж это что? Это постепенное вовлечение в действие. То есть, мы показываем наше видео и вовлекаем смотрящего, кто будет смотреть нашу съемку, в действие. Никогда это сразу не происходит. То есть, чтобы у вас, ваша съемка не начиналась сразу с невесты. Потому что, ну, это выглядит глупо, да? Трейлер можно начать с невесты. Я не знаю, инстаграм, какой-то риллс можно начать сразу с невесты. Но когда у вас съемка сразу с первого кадра начинается с невесты, ну, это ваша просто некомпетентность. Это ваша некомпетентность. Поэтому всегда научитесь делать, подавать видео порционно, да? То есть, поэтапно. Не разворачивайте, не показывайте сразу все. То есть, нет никакой загадки, нет никакого интереса в том, чтобы сразу увидеть невесту, там, одетого, или одетого жениха, там, и так далее. Оставляйте немножко, ну, заставляйте человека заинтересоваться, заинтриговать его, да, свою съемку. Поэтому показываем фасад, переходим, начинаем снимать детали. Какие детали мы снимаем, допустим, в зале? В зале детали мы снимаем, это оформление. То есть, с помощью различных камер, допустим, камера на кране, камера на стедикаме и обычная камера с моноподом, мы снимаем просто оформление зала. То есть, не с фасадом мы сразу на гостей не переходим, потому что так не бывает. Вот, с фасадом мы переходим на оформление, поэтому мы должны прийти заранее, до того, как гости появятся в зале, и снимаем оформление. Оформление снимаем, как я уже сказал, разными планами, с разных типов устройств, с разных камер. Это может быть, там, стедикам, кран, оператор на слайдере и оператор на моноподе. То же самое, то же самое мы делаем дома. Что мы снимаем дома? Вы пришли домой, сняли фасад, снимаем двор, заходим, если есть красивые комнаты, библиотека какая-то и так далее, и так далее. Все снимаем, все, что есть. Будем мы использовать это во время монтажа или не будем, это не имеет значения. Это решит монтажер сам. Нужно это или нет? Нужно это покороче или нужно подлиннее? Не надо решать эти вопросы на месте съемки. Э, это мне не надо. Некоторые делают, вот этот танец я не сниму, я не буду его монтировать. Но ты можешь его снять и не монтировать. Но не снимать и не монтировать, это плохой тон. Потому что рано или поздно вы страните таким образом. То есть, какой смысл не снимать и не монтировать, если вы все равно находитесь на площадке? Вот я нахожусь на площадке, я могу снять танец, я на площадке, да? Я могу не снять танец, я все равно нахожусь на площадке. Но что я буду делать в это время? С кем-то разговаривать, кушать, наблюдать. Я же не наблюдать пришел. Поэтому снимайте все, все, что видите, все, что можете красиво снять, снимайте. Для свадебного видеографа мы в себя, вот свадебная видеография, она включает в себя много жанров, да? Свадебных. Во-первых, мы можем снять автопортреты какие-то, жениха и невесты. То есть, отдельно какая-то съемка жениха и невесты может выглядеть как автопортрет. Мы можем делать предметную съемку. Раз. У нас различные виды монтажа бывают, и фэшн, и фэшн, и так далее, и что-то милое там. То есть, очень много жанров в себя включает именно свадебная съемка. Поэтому нужно уметь пользоваться и снимать именно вот различными жанрами. Допустим, после того, как я уже снял фасад, пришел, снял во дворе, снимаю какие-то детали в доме, библиотеку, комнаты, красивые комнаты. Я не знаю, статуэтки маленькие, большие, что-то интересное, записи на холодильнике. Ну, интересные моменты мы ищем, что людям будет в последующем интересно посмотреть. Либо делаем какие-то предметные съемки для перебивок. Потом, это все отвлеченные кадры, да, то есть, здесь не участвует ни жених, ни невеста, ничего такого. Потом мы можем делать, уже переходить к аксессуарам самой невесты. Вот. На это тоже нужно уделять время. Иногда на это у нас уходит больше времени, чем на съемку самой невесты, да. Снимаем аксессуары невесты. Это драгоценности, туфли, платье, букет. Все. Больше ничего нет. Драгоценности, туфли, платье, букет. Можем снять это в комплекте, то есть, как-то оформить, снять одним кадром. Можем снять туфли где-то там, кольца где-то тут и так далее. То есть, можно комбинировать различным образом и снимать аксессуары по-разному. То же самое делаем с женихом. Снимаем фасад, заходим в двор, помещение, комнаты, холодильник, ну, открытый холодильник. Опять, это, если у вас есть идея какая-то, вы можете снять там, ну, я не знаю, есть холодильники. Стоит что-то интересное, да, можно и в холодильник заглянуть. Вот. Если это будет интересно потом вашим зрителям, можно такое тоже снять, да. Вот. То же самое с женихом, аксессуары жениха, одежда, галстуки, петли, запанки, я не знаю, что еще там бывает у жениха, туфли. Как эта штучка называется? Бутонетка и так далее. Вот. Все, это аксессуары. Можем снять. Опять, я не говорю вам делать все, пытаться снять все по одной схеме. Но если у вас время есть и есть возможность, почему нет, сделайте. Если вы можете прийти домой к невесте, к жениху на час раньше, чем они появятся дома, да, вы спокойно за это время сможете снять и фасад, и домашних, и людей, и, соответственно, аксессуары. Сделайте это. Вам просто нужно прийти пораньше. Вот и все. Снять это не проблема. Нужно прийти вовремя. Вот. После того, как вы сняли аксессуары, если у вас есть время, вы можете уделить время домашним. И со стороны жениха, и со стороны невесты, да. То есть, если есть бабушка, если есть отец, мать, братья, сестры, уделите им какое-то время съемки, да. Многие заблуждаются и начинают и заканчивают съемку у невесты или у жениха только на невесте и женихе. Это неправильно. Мы снимаем свадьбу. Свадьба – это семейный праздник. Семейный праздник. В этом слове уже кроется вот этот весь сюжет. Вы должны снять всю семью. То есть, номер один – это не невеста и не жених. Это семья. Делайте акцент на семье. Потому что, если вам, допустим, если вам не платит только невеста, и она не сказала, что мне плевать на своих родственников, я не хочу их видеть, снимайте только меня. Только в этом случае вы можете снимать только невесту. Во всех остальных случаях это семейный праздник. Поэтому у вас в видео должны быть все. Да, вы можете снять красиво это. Вы можете снять это некрасиво, со светом, без света, криво, косо. Но вы должны снять всех, кто есть дома. Понятно, там может быть троюродные, четвероюродные и так далее родственники. На них сильного акцента делать не стоит. Но на домашних акцент нужно сделать. То есть, один, два, три раза должны все попасть. Не обязательно, чтобы они все были одеты, с иголочки, уже готовы выйти из дома. То есть, если вы пришли домой в 9 часов, свадьба начинается в 2, наверняка никаких готовых к выходу людей еще не будет, кроме жениха, невесты и его друзей. Наверняка. Поэтому будут в халате папа, мама и так далее. Если они не стесняются, вы можете делать какие-то отличенные кадры. Понятно, что эта репортажная съемка должна смотреться красиво. Смотреться красиво. То есть, не когда там отец одну штанину надел и бегает по комнате, пытается вторую одеть. Или там кто-то обернут в полотенце, бежит с одной комнаты в другую или спотыкается там еще что-то. Нет. Все должно выглядеть нормально. Чтобы это потом в семейном кругу можно было посмотреть, и это было нормально. То есть, вы можете снять, как отец одевается. Или я не знаю, как они утреннее завтракают, чай пьют. Ну, бывает у разных людей по-разному бывает. Я иногда снимаю, как они завтракают. Ну, они не стесняются, я снимаю. Там, чай пьют, пожалуйста. Или там какие-то гости пришли утром поздравить и так далее. Что-то принесли, пожалуйста, тоже снимайте. Если у них фуршет какой-то дома готовится, да, к встрече там жениха или невесты, у армян особенно часто бывает фуршет домашний. Они, ну, украшают какой-то стол красиво, да. Оформление дома, если бывает, обязательно надо снимать это дело. Вообще, на все, на что потрачены какие-то деньги в честь свадьбы, вот на этом нужно делать акцент. Если красиво оформили машину, обязательно 5-6 кадров красиво оформленной машины снимите. Если лестницу оформили, двор и так далее, обязательно несколько кадров. Желательно без людей, пусть это будет без людей сначала. А потом вы уже можете сделать кадр там с шофером, с, допустим, сестрой жениха или невестой на фоне оформления и так далее. Без разницы. То есть сначала снимите просто вот эту красоту. Потом уже можно включать в этот кадр там людей и так далее. Вот. То есть снимаем фасад, переходим, снимаем детали, потом переходим на аксессуары жениха и невесты. Соответственно, потом вы уже можете включать в этот план и жениха, и невесту. Вот. То есть смотрите, какой длинный путь. Иногда вот на съемку, допустим, аксессуаров у нас может уйти на съемку красиво, на красивую съемку аксессуаров у нас может уйти час-полтора. То есть мы там с макриками, с долей и так далее, ищем красивые локации, чтобы аксессуары выглядели красиво. Не просто там кинул на стол и снял, а сделал что-то необычное, чтобы задний план красиво размыто был и так далее. Вот. И иногда на съемку аксессуаров у нас уходит, ну, очень много времени. Вот. Очень мало кто заморачивается над этим. Но, но, вот я могу сказать, что 99% здесь, у местных операторов, вообще аксессуары не снимают. Вообще. Хотя я где-то фразу такую слышал, что профессионализм съемки и фотографа, и видеографа, он виден по съемке детали. По съемке детали. Когда, ну, оценка именно делается на съемке вот таких мелких вещей, да. Не людей, там, в 3-4 или общие какие-то акады, а именно на съемках детали ты видишь, насколько человек разбирается вот на макроуровне, да. Как он снимает детальки, кольца, там, платье и так далее. То есть понимает человек что-то в этом хорошо или нет, да. Вот, поэтому, если вы к себя, себя к этому приучите, к съемке деталей, да, у вас откроется третий глаз на съемку предметную. То есть вы сможете спокойно работать уже с предметной съемкой. Да, есть, конечно, предметная съемка сложная, такая как ювелирная, снимать ювелирные украшения. Есть предметная съемка попроще, да, снимать, допустим, какие-то платья, сапоги, туфли и так далее. Я имею в виду коммерческая предметная съемка для каких-то сайтов и так далее. То есть если вы включите в свою свадебную съемку предметную съемку, то вам будет проще работать где-то там на стороне вообще по другой тематике, по предметной. Вот, вы тоже будете в этом разбираться. Вот, что мы делаем после съемки аксессуаров? Мы снимаем невесту. Понятно, с невестой. Теперь смотрите, как мы снимаем невесту. В любом месте, где, на любом уровне, где бы вы ни находились, всегда вслед за нами идет многоплановая съемка. Многоплановая съемка. Вот, если, допустим, вы смотрели крупность планов, мое видео, посмотрите его еще раз. Там есть шесть видов планов по Соколову, да. Дальний, общий, второй, средний, первый, средний, крупный и деталь. Если во время любого сюжета, любого, допустим, вы снимаете фасад. Если вы шесть планов на фасаде снимете, круто. И, допустим, вы снимаете аксессуары. Ну, с аксессуарами чуть сложнее бывает. Вы снимаете, допустим, невеста одевается, да. Допустим, ей завязывают там сзади платье. Или там одевают украшения. Если вы снимете шесть планов, вот именно этого сюжета, как ее одевают, да. Шесть планов, если вы снимете, пока ее одевают, это будет просто круто. То есть, начинаете с дальнего, где-то вдали она там, в двери кто-то к ней подходит. Что-то потом начинаете с общего, потом ростовой, потом второй, средний, первый, средний. Понятно, что не все с одной линии, да. Мы перемещаемся и меняем крупность планов. Вот получается, в каждом сюжете вы должны комбинировать вот эту крупность планов. Менять крупность планов, чтобы количество интересных кадров и в последующем красивого монтажа вам, монтажеру, было легче. Это все оформить, да, смонтировать. То есть, когда есть крупность, различная крупность в различных сюжетах, это все гораздо легче монтировать. То есть, можно собрать ролик за пять минут, вот. А можно мучиться и искать какие-то планы, потратить на это гораздо больше времени. Вот, поэтому старайтесь, время, если вот есть сюжет, вы же не можете воздействовать, да. Иногда это репортаж, от вас скорость развития событий не зависит, да. Допустим, невесту слишком долго одевают, и у вас есть возможность это снять. Ну, снимите все шесть планов, да, которые возможны. Снимите, вы можете какие-то планы, допустим, средние планы с разных ракурсов повторить, да. То есть, средний, средний, средний. Вот, можно это делать. Что можно снять с невестой? Обязательно, если есть какие-то, допустим, фотозоны красивые, оформления красивые, на фоне фотозон, оформлений, красивых арок, дверей, красивых комнат, против света, по свету, без разницы. В любой локации, где это все выглядит красиво, богато и так далее, мы все это снимаем. Если у нас локация красивая, ну, допустим, арка какая-то большая или дверь, да, ворота какие-то красивые, если мы снимаем на фоне, невесту на фоне этих ворот, если вы снимаете общий и дальний план, то есть, если красивая локация, дайте больше общих планов, запомните. То есть, если вот некоторые немножко смысловую нагрузку на кадр неправильно распределяют. Вот вы находитесь в красивой локации, допустим, да, очень красивый, очень красивый, дорогой дом, да, но в этой комнате вы снимаете крупные планы. И потом вы из этой комнаты выходите и начинаете снимать общие планы. То есть, вы должны понимать, с помощью чего можно усилить кадр. Если вы находитесь в красивом месте, дайте больше общих планов. Если вы находитесь немножко в таком среднем и что-то там на заднем плане вас не устраивает, некрасивая локация и так далее, можно дать средние крупные планы с размытым фоном. Вот, умейте подчеркивать и усиливать кадры в зависимости от места, где вы находитесь. То есть, не надо на красивых локациях снимать только там крупные планы. Я говорю сейчас про человек, ну, про операторов, которые, ну, выезжают в одного человека, там, жениха или невесту, да. Если вы там по трое снимаете, понятно, что вы можете сразу снять всеми планами, да, во всех местах. Я говорю, если вы выезжаете один, да, на съемку жениха или невесты, вы за короткий период, за короткий промежуток должны набрать определенное количество планов. И чтобы они были красивыми, вы должны немножко поработать головой. Если красивая локация, парк и так далее, покажите эту красоту, снимайте больше общих планов. Если уже на заднем плане что-то мешает, общие планы выглядят не очень красиво, вы можете снять средние, крупные и так далее, и так далее. Смотрите, теперь, помимо вот этих постановочных кадров, когда вы говорите, куда смотреть, что делать и так далее, обязательно, обязательно снимайте репортажные кадры. Не стесняйтесь, снимайте репортажные кадры, потому что это будет единственное, где вы сможете показать реальные чувства людей, которых вы снимаете, той семьи, к которой вы пришли. То есть, если, допустим, многие фотографы и видеографы начинают таскать невесту, идем сюда, идем туда, идем сюда, идем туда, и вот это происходит полтора часа, они дыхнуть невесте не дают. Соответственно, никакого репортажа здесь быть не может, и реальных эмоций тоже. Но всегда, да, если у вас мало времени и так далее, все равно, все равно, вы сняли какой-то сюжет, да, короткий, ну, постановочный, сняли, дайте передышку, допустим, кто-то из подружек пришел, все, дайте передышку, дайте, пусть подружка зайдет, обнимет, поцелует, дайте пять минут, скажите, вы можете делать все, что угодно сейчас, подружки. Ну, так, скомбинируйте их так, чтобы они красиво стояли, они так вот окружили невесту, чтобы ее видно не было, да. Вот, пусть они вот постоят, поговорят, я не знаю, чай попьют, там еще что-нибудь сделают, но вы со стороны вот это все в репортаже снимете, когда они не будут позировать на камеру, допустим, как подруга подходит, обнимает, целует, что-то говорит, и ты такая красивая. То есть, когда идут реальные эмоции, если даже это внезапно начало происходить, допустим, вы что-то постановочное снимали, и какой-то человек издалека, там, из Москвы, Питера приехал, и вот его ахи, вздохи, вы задней стороной чувствуете, что кто-то пришел, и реальные эмоции пошли. Все, вы с точки взаимодействия, с линией взаимодействия уходите и даете ему свободу. То есть, не надо говорить, стой там, не двигайся, постой пять минут, и я сейчас досниму вот этот шикарный кадр. Не делайте так никогда. Очень часто у меня бывало на съемках, и я часто ругался на фотографов, да, а то уж, допустим, невеста включили какую-то интересную музыку, да, дома. Ну, случайно, или, допустим, невеста сама включила музыку дома и начала танцевать. Я в это время, я в это время всегда замолкаю, перестаю двигаться, наложу кадр, нажимаю запись и жду. Вот она может, ну, прекратить внезапно, да, она может продолжить, она может там разогнать, да, начать там какие-то вообще нереальные вещи делать. Я в это время вообще молчу, меня не видно, не слышно, я снимаю. Я могу несколько кадров снять, пока она там что-то творит, да. Но, когда вот выброс реальных эмоций происходит у человека, заткнитесь, никогда не вмешивайтесь в этот процесс. Плачет человек, вот я недавно в случае рассказывал, да, про невесту, которая плачущая, невеста, весь день, который плакал. Когда она плакала, я молчал. Она всегда, она весь день плакала, я весь день молчал. Без разницы, какие эмоции вы снимаете, вы обязаны их снять. Если человек начинает громко хохотать, если он начинает внезапно смеяться, ругаться, без разницы. У нас была невеста, которая матом крылась. Несколько кадров у нас есть. Ну, да, понятно, что это неэтично и так далее. Но опять, ты не знаешь, что она скажет. Ты не знаешь. И что ты потом сможешь использовать, ты тоже не знаешь. Но снять это ты должен. Любые эмоции, любые проявления эмоций вы должны снять. Поэтому, когда человек начинает внезапно танцевать, и вот этот момент прерывает фотограф. Невеста начинает внезапно танцевать, подходит фотограф и говорит, так, этот выключи, давай вот здесь у окна встань, короче, я сейчас буду снимать крупные планы. Представьте уровень разочарования моего, что делает фотограф. Хочет снять стандартные планы. Я снимаю нестандартное видео, он мне снимает стандартные планы, которые в любой момент можно снять. То есть, если вы видите, что репортаж проходит хорошо, красиво, непринужденно, да, не надо никому ничего говорить. Ваша задача снять это красиво. Допустим, мы снимали в одной армянской семье. Мы обществом... Ну, единственное, я попросил невесту, когда ее красили, чтобы ближе к окну посадили, чтобы какой-то свет красивый на нее падал. Все, представьте, мы заходим в комнату, и там шесть человек, шесть стилистов, шесть человек сразу красят, там, стригут и так далее, да, готовят их к свадьбе. Это вот всю семью они сразу обрабатывают, да, и в отдельной комнате невеста. Что делать мне? Ничего, молчать и снимать. Это в сто раз интереснее и лучше, чем ваша дурацкая постановка. Если есть репортаж, если есть красивый репортаж, он всегда первостепенным должен быть, чем ваша постановочная съемка. Я уже это много раз вам говорил. Если что-то красивое на съемке происходит без вашего участия, Не надо в это вмешиваться и пытаться это поправить. Не надо. Если это происходит без вашего участия, это реальные эмоции, это реальные проявления людей. Это будет смотреть гораздо интереснее, чем вашу дурацкую постановочную съемку. Хотите выпендриться на постановочной съемке, возьмите модели, парня и девушку, идите снимайте три дня свою постановочную съемку. Все, что можете, покажите на постановочной съемке, на моделях. На женихах и невестах этого делать не стоит. Да, если невеста дома одна, нет никакого репортажа, вы можете там, давай, стань здесь, стань тут и так далее, и так далее, и так далее. Помимо съемки, ну, разделения съемок репортажной и нерепортажной, вы можете снимать интервьюшки. Это тоже бывает интересно, иногда бывает очень смешно, иногда бывает очень эмоционально. Люди могут расплакаться и так далее. Поэтому имейте такую... Как это сказать? Имейте в голове вот такой пунктик, да, что любая съемка, любая съемка, любую съемку можно улучшить, либо разбавить интервью с помощью интервью, пожеланий и так далее. Лучше будет, если это будет интервью, да, допустим, обязательно в интервью, собственно, голос не включайте. То есть научитесь задавать вопросы так, чтобы в ответах уже звучал вопрос ваш. То есть, чтобы вашего вопроса слышно не было, и чтобы в ответе человека, который будет отвечать, был уже заключен этот вопрос. Допустим, вы хотите спросить там невесту и снимаете интервью у невесты, да, как вы познакомились. Чтобы она не начинала там, он подошел и так далее ко мне, чтобы она начала. Мы познакомились тогда-то, тогда-то, да. Вот, или, допустим, вы разговариваете с подругой невесты и хотите ее спросить, какой она была в школе, да. И чтобы этот вопрос от вас не звучал в съемке, да, реально, вот, вы можете попросить эту подругу сказать, что в школе она была такая-такая, да, чтобы вопрос-то не звучал. Вот, поэтому любую съемку, если вы чувствуете, что здесь что-то не хватает, слишком скучно, да, вы дома поснимали, ну, скучно, нету ничего интересного. Хватайте любого человека, можете, если никого нет, можете саму невесту, это тоже будет интересно. Задайте невесте несколько вопросов про жениха, как они познакомились, как встретились, как предложение сделал, где гуляли, где были, я не знаю, если, ну, понятно, до свадьбы, допустим, в Дагестане, это чуть сложный момент, да. Ну, если вдруг что, это возможно, там, допустим, помолвки они куда-то поехали, да, им разрешили, об этом можно говорить, да, пусть расскажут, ничего такого тут нету. Вот, если они где-то были с группой до свадьбы, тоже можно рассказать. Ну, какие-то интересные, допустим, события из их жизни, если вы с ними были, там, до свадьбы, то пусть расскажут. Или, допустим, какой она представляет себе свадьбу, как она пройдет, что будет интересно, скучно и так далее, и так далее. Вы потом это можете добавить, можете не добавить. Опять, вы все интервью можете вырезать, чтобы его не было вообще. Вот, ну, это решите вы потом на монтаже. Где-то вырежете, где-то оставите, если хорошо, вот, обычно, я когда, ну, людей на интервью зову, я им говорю, если вы у вас не получите, переволнуетесь, там, будете запинаться, заикаться и так далее, я просто вырежу, не добавлю. И все. То есть я людям даю возможность, не я выбираю, а человек сам выбирает, да, сказать или нет. Даже если он там что-то накосячит, я просто скажу, либо, если можешь, попробуй без этих моментов, если нет, я просто вырежу, все. Обязательно снимаем сначала, если возможно, снимаем красивый репортаж, и если невозможно, снимаем постановочную съемку, постановочную съемку. Опять, все снимаем разными планами. Начинайте с дальних планов, это будет очень полезно, и это добавит плюсик к вашей наблюдательности. То есть, когда вы отходите от места съемки на дальний план, вы видите больше, вы контролируете сюжет, да? Вы можете где-то перехватить какие-то интересные кадры, когда вы отходите далеко. Но когда вы работаете с невестой на расстоянии там 3-4 метров, вот, у вас все, вот как у коня бывает, заширенные глаза, вы не видите, вы не видите обстановку, вы не чувствуете сюжет, да, полностью свадьбу, ну, свадьба. Если в зале тоже бывает такое, если вы постоянно снимаете впритык что-то, вы не видите ни музыканта, никто поет, никто танцует на стороне, и тогда вы ничего не видите. Поэтому старайтесь любой какой-то сюжет или через определенное время отходить на дальний план и наблюдать за обстановкой издалека. Что происходит, где что, где гости подошли, кого вы не снимали и так далее, и так далее. Так, потом, после, получается, репортажа и постановки, сделайте акцент на интервью, на интервью и на пожеланиях. Понятно, пожелания, они всегда звучат и приблизительно банально одинаково бывают, но интервью будет зависеть уже от вас. Это как бы новый жанр, получается, то есть свадебная съемка, не только предметную съемку в себя включают, и съемку интерьерную, автопортреты. Вот здесь, получается, новый жанр у нас свадебной съемки, это съемка интервью. Это ваша способность правильно задавать вопросы и получать на них интересные ответы. Ну, интересные для того, кто будет смотреть это видео в последующем. Так, сделаем паузу на 2 минуты, я подключу пауэрбанк к телефону, и мы продолжим дальше. Валейкум, салам, гаджи. Валейкум, салам, гаджи. Райсат, привет. Да, кстати, сейчас как раз девушка написала, и почему-то у меня в голове всплыли фотографы, и все, что я говорю, все, что я говорю, касается и фотографов тоже. Это абсолютно не план работы только для видеографов. Это касается и фотографов, которые чаще всего точно так же, точно так же могут начать первый кадр с невесты. Это практически все фотографы такие, насколько вот у меня на памяти есть. Видеографы всегда раньше приходили, чем фотографы. Всегда. То есть фотографы себе позволяют там опознать, не прийти вовремя, прийти, когда уже невеста дома готовая. То есть никто из фотографов не задумывается над тем, что нужно прийти, снять дом, семью, я не знаю, что-то красивое. Это же история. Это не история одной невесты. Это не история одного человека на свадьбе. Это история семейная. Никто не делает акцент на семье. Фотографам кажется, что если они сделают один кадр папа, мама, невеста, что вот это их история. Это не история. История – это когда вы планомерно передаете сюжет. Ну, у видеографов это немножко выглядит правильнее, потому что там видео, все, эмоции передаются и так далее. У фотографов тоже должна быть соответствующая серия кадров, да, как они были дома, что они одевались. Опять, все, что я сейчас рассказывал и говорил, это все касается и фотографов тоже. И, к сожалению, к сожалению, многие из них половину этого не делают. Не делают. Все, большинство фотографов начинают первый кадр с невесты. Это очень плохо. Это меня, допустим, это, ну, сильно расстраивает, когда люди вот с таким отношением приходят на съемку. Я бы не хотел, допустим, чтобы, ну, допустим, на свадьбу моей дочери или там сына, да, пришел фотограф, когда уже все готовы, все, и собрались выходить из дома. Причем клиент, клиент не понимает, как сделать красивую съемку и так далее. То есть, если вы клиента спросите, заказчика, да, когда прийти, он скажет, за полчаса до выхода из дома. Вы-то понимаете, что нужно рассказать историю и полчаса до выхода из дома этого мало. Поэтому здесь уже нужна коммуникация, ваша работа. Как прийти вовремя, объяснить, что вы придете, что нужно снять вот это, вот это, вот это. Если вы план съемки свой распишите для заказчика, вообще будет круто. То есть, если вы скажете, что я приду снимать аксессуары, чтобы аксессуары все лежали в ее комнате. Вот, и, ну, типа, чтобы там по ящикам не лазили, они не искали долго, да. Чтоб все висело и стояло на своих местах, я приду, чтобы я сразу работаю на это. Что вы будете давать интервью обязательно. То есть, вы можете обозначить весь процесс съемки для заказчика. Чтобы он тоже был готов, понимал, не мешал, помогал вам на съемке. То есть, если вы заранее скажете, что папа с мамой будут давать интервью, что братья и сестры обязательно должны сказать, да. То есть, вы можете поставить такой вопрос ребром, да, чтобы это у вас уже было включено, да, хотя бы в план. Если не успеете, не успеете, да, но чтобы люди, если вы успеете, чтобы люди были готовы. Чтобы они могли подумать над этим, если они умеют там красиво говорить, чтобы они вот этот план свой выстроили. Как рассказать, как что сказать, пожелания какие-то сказать и так далее. Вот. Поэтому и фотографов, и у видеографов один план, вот о котором я сейчас рассказываю. Если вы его придерживаться будете, вы уже сделаете два шага, два шага вперед, и вы уже будете лучше остальных. Если вы сработаете просто по этому плану. Потому что, когда я вижу, что кадр у жениха, там, у невесты начался с самой невесты, все, рейтинг видеографа сразу моментально падает у меня. Сразу, просто моментально. То же самое касается фотографов. Если фотограф ничего не успел снять и начал все с кадра невесты, фотосессию, то все. Ну, это фотограф некомпетентный. Я такого фотографа, видеографа к себе никогда не позову. И не посоветую. Потому что так делать нельзя. Вы абсолютно не знаете, как надо правильно снимать. Если вы так начинаете свадьбу. Помимо, получается, съемки постановочной, репортажной, помимо интервью, что еще можно снять? Можно танцы. Если возможно, под музыку, чтобы люди потанцевали, повеселились. Это немножко другие вибрации. Это другой сюжет. Иногда он совместимым будет к месту. Иногда он будет не к месту. Но все равно вы его можете снять. То есть, если вы... Опять, вы не делаете монтаж. Никогда не делаете монтаж на самой съемочной площадке. Вы можете, допустим, все снимаете по плану, как я говорю. И какой-то момент определенный. Допустим, где-то интервью. Вот вы монтаж делаете. Вы видите, что интервью вроде неплохое. Но ему здесь не место. Вы просто его исключаете. То есть, монтаж, он для того и нужен. Не чтобы вы все прямо бухнули и включили в съемку. Вы ищите лучший вариант видеоряда. Какой возможен из того, что вы нас снимали. Или монтажник ищет эти пути. Поэтому... Так. Да. Поэтому не делайте монтаж там на месте. Снимайте. Если это возможно, снять какие-то танцы. Включите музыку. Снять, чтобы невеста танцевала с подружками. Родные, родственники там танцуют и так далее. Если, допустим, у меня на одной съемке бабушка пела. То есть, она сначала давала интервью. Я просто спросил, петь умеете? Она петь начала. И я снял, как она поет. Все. То есть, если бы я просто, допустим, снял интервью и ушел. Этого не было бы. То есть, никакого пения о бабушке никто никогда бы не услышал. Но я спровоцировал, получается, такой сюжет. И у меня получилось. Вы можете такие забросы делать. Конечно, все зависит от местности и психологии вашей личной. Умение общаться с людьми. Если, допустим, вы пришли к какому-то депутату домой. Он достаточно серьезный человек. И вы так сдержанно с ним разговариваете. Там спойте что-нибудь. Ему сказать, ну, не вариант. Это глупо будет выглядеть. Поэтому все должно быть к месту. Если это легко и непринужденно люди с вами общаются, разговаривают, вы можете попросить что-то сделать так же легко и непринужденно. Если обстановка напряженная, не надо вмешиваться, пытаться усложнять ситуацию и так далее. Снимайте с невмешательством. Отвлечательством. И все. Вот. Что дальше? Больше снимайте детали. Отвлеченных планов. Потому что для перебивок, вот смотрите, некрасивый тон, когда вы показываете невесту. В следующем кадре невеста. Потом невеста, 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 невеста. И у вас 18 планов, только невеста. Это некрасиво. Это не семейный праздник. Это фотосессия невесты называется. Это будет выглядеть, как будто вы взяли модель и снимаете модель в какой-то локации. Вот это похоже на это. Вы на съемку модели. Но не на съемку невесты, не на семейный праздник. Запомните. Когда одна невеста у вас в кадре, и так у вас там из кадров в кадр, 10 планов, столько с невестой, это не семейный праздник. Вот. Поэтому старайтесь постановочную и репортажную съемку объединять, чтобы это немножко выглядело поинтереснее. То есть где-то, допустим, вы сняли какой-то длинный промежуток невесты, допустим, много, часто вы снимали только невесту, обязательно делайте включение там посередине, где-то подружку добавили, она что-то рассказывает, маму, папу, пожелания, маму, папу отдельно, пожелаем маму, папу с невестой, с женихом в разных местах, в разных локациях. Допустим, невесту показываете, потом можете показать там кольца и так далее. Все можете комбинировать и сделать из этого всего интересный сюжет, да? Что снимаем дальше? Это все касается и зала тоже. Вы пришли в зал, допустим, снимаете гостей разными планами, снимаете детали, еда, оформление, свет красивый и так далее. Снимаете в деталях, в общих дальних планах и так далее. В зале тоже хорошим тоном будет, если, допустим, вы поработаете вначале с тамадой. Если вы ему объясните, что вы будете, допустим, вы хотите, чтобы говорящие стояли здесь заранее, что это будет красиво, если мы будем с двух сторон снимать, что так будет лучше, то есть здесь свет лучше, здесь свет хуже, чтобы тамадар, какие-то предварительные слова до начала праздника, даже, может быть, до прихода гостей, вам сказал что-то, импровизировал на камеру и так далее. Любые вот такие вставки интересные, вас как интервьюера, они будут ваши кадры усиливать. То есть если вы научитесь правильно разговаривать с людьми и снимать их реакцию на ваши слова, это тоже будет интересно. Ну, конечно, вопросы ваши должны быть сопутствующими, ну, тому, что происходит. Просто какие-то с бухты-барахты, сколько вам лет и так далее. Такие вопросы, конечно, будут неуместны. Допустим, если тамада, допустим, не во время праздника, а вообще до начала праздника произнесет какие-то там слова, добрый день, дорогие гости, ну, это сделать прямо на камеру, да? Обычно на свадьбе мы снимаем со стороны, и он не всегда может смотреть прямо на камеру. А здесь он будет обращаться, ну, как в новостном сюжете, будет смотреть прямо в камеру и обращаться в камеру. Можно надеть петличку и снять какие-то его интересные слова, пожелания молодым до начала вообще праздника. То же самое вы можете сделать с гостями, если есть интересные гости, красивые. Ну, обычно, если есть какие-то москвичи, я знаю, что, ну, они за словом в карман не лезут. Вот я могу до начала свадьбы, пока они свеженькие, да, я могу их попросить выйти куда-то во двор, снять красивые пожелания, и это все сделать в красивой локации с хорошим звуком и светом, да? То есть пока люди свеженькие, пока они не пьяные. В принципе, когда я пьяный, тоже можно снять. Вот. Но это уже будет, ну, другой сюжет. И это будет позже. Вот. То есть насчет съемки оформления, женихов, невесты и так далее. Это вот обязательная раскадровка, план, запомните, до того, как вы придете к жениху и невесте, чтобы у вас в голове был этот план. Далее. Почему у меня экран темнеет? Так, идем далее. После того, как вы сняли жениха, невесту, оформление, детали, интервью, вы ждете приезда либо жениха, либо невесты, да? Как это дело снимается? Не надо стоять внутри в комнате жениха или в комнате невесты и ждать, пока кортеж с другой стороны приедет. Это сюжет. Вы должны сопровождать все моменты этого сюжета. То есть вы стоите у невесты, и жених заходит внезапно в комнату. Такого же не бывает? Правильно? То есть если вы заранее, знаете, в моменте приезда, да, вы можете спуститься на 10 минут раньше. Ничего с вами не случится. Невеста никуда не убежит. За эти 10 минут вы нереальные кадры тоже не снимете. Все, что надо было снять, надо было прийти чуть пораньше и снять нереальные кадры до этого момента. Но когда кортеж подъезжает, обязательно спуститесь. Не важно, это пятиэтажный дом, там, двадцатиэтажный. Спуститесь. Как подъезжает кортеж, собираются в гости и заходят. Этот момент должен быть. Это все есть вот сюжет. Это есть свадебный сюжет. Вы его должны сопровождать. Неважно, кто фотограф, видеограф, без разницы. Вот. Сопровождайте сюжет, показывайте все моменты свадебного торжества на фото и на видео. Поднялись, сняли фотосессия и так далее. Выход. Обязательно во время выхода раньше жениха и невесты вы должны выйти, настроиться. Обычно у всех первые кадры с выходом жениха и невесты на улицу у всех пересвечены бывают. Почему? Потому что вы идете в двух метрах от жениха и невесты. Вот почему. А если вы выйдете хотя бы за 15 секунд до их выхода, не надо их снимать в полутемных подъездах и так далее, промежуточных комнатах. Допустим, вот есть комната, где жених подарил цветы невесте. Обычно это красивая комната. Потом они через три комнаты проходят и везде разный свет, разный баланс и так далее. Зачем вам эти промежуточные комнаты? Упустите подъезд, упустите. Не нужно снимать подъезд. Как выходят из комнаты или тронулись из комнаты вот в этой комнате, пока они из нее выйдут, вы можете снять. И следующий кадр, как они выходят из дома. Вот. Снимите вот это. И вот здесь, когда они выходят, вы должны заранее выйти, настроиться на уличный свет и снять это с нормальной экспозиции, нормальным фокусом. Обычно многие не успевают либо зайти домой, когда жених заходит, прямо перед ним не успевают перестроиться, либо когда жених с невестой выходят, тоже не успевают перестроить экспопараметры и там снимают либо с пересветом, либо с недосветом и так далее. Вот. Делайте, немножко планируйте. Вы же знаете, что будет происходить. То есть нельзя же, вот это как опоздание на съемку, да, вы постоянно опаздываете. То же самое здесь. Вы прекрасно знаете, свадьбы все проходят по одному плану. Если вы где-то что-то не успели, это проблема не свадьбы. Это ваша проблема. Это ваша проблема. Вы, свадьбы, они же все одинаковые, ничего нереального на свадьбах же не происходит. Внезапно вот тоже ничего не происходит. Вы знаете, что жених выйдет с невестой. Встречайте внизу. И что жених скоро подъедет. Встречайте в момент, когда он подъезжает. Все же внезапно там не происходит. Очень редко бывает что-то там. Никто не знает и бах, они приехали. Обычно в стандартном варианте все все знают. Когда подъезжает, когда выходят, когда заходят, во сколько в зал приедут и так далее. Все все знают. Поэтому немножко научитесь планировать свои действия и распределять нагрузку по видеографам. Если, допустим, человек не обладает такой опытностью в этих вопросах и если вы главный оператор, вы должны с ним поделиться. вот столько начала, во столько жених приедет, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ты должен снять. Если вы ему свободу дадите, он может это не снять. Но если вы ему по плану распишите, снимай фасад, снимай аксессуары, снимай интервью, снимай репортаж, снимай отдельно постановку. если вот эти пять параметров вы дадите, если оператор адекватный, он обязательно это, ну хотя бы какую-то часть по каждому пункту он сделает. И это будет хорошо. А если вы ему ничего не скажете, он придет и начнет снимать просто невесту. И у него во всех кадрах будет только невеста. Вот и все. Поэтому от вашей компетентности, от компетентности главного оператора много чего-то есть. После того, как мы сняли выход жениха и невесты из зала, из дома, снимаем кортеж. Хороший, плохой, разницы нету. Старайтесь несколько кадров кортежа взять. Самые лучшие кадры кортежа обычно все стараются снять из машины. Это бывает сложно, потому что снять с машины с рук, снять в городе, где пробки, где светофоры и так далее. Бывает сложно. Обычно если на трассе из города в город едут, где-то вы можете кортеж снять красиво, да? Или на мосту где-то, еще где-то. Вот. А так, если вы кортеж снимаете, и если путь длинный, постарайтесь на пути найти точку, где вы сможете высадиться, снять красиво статичным планом там с панорамой проезжающий кортеж целиком, желательно от первой до последней машины. Вот. И если вы такие вылазки две штуки сделаете, две обязательные вылазки, чтобы снять статично кортеж, как он мимо вас проезжает, если вы два таких выхода сделаете, и к этим выходам добавите то, что сможете снять с автомобиля, с едущего автомобиля, то это будет хорошо. Вот. Если кортежи какие-то бывают, навороченные там 12 геликов, 15 мерседесов, там 21 роллс-ройсов и так далее, опять, я уже говорил, если на чем-то клиенты сделали акцент, если они все деньги потратили на кортеж, вы должны всех операторов подключить и снять этот кортеж максимально круто. Вот. Если кортеж слабенький, ну, тоже можно на этом акцент не делать, можно спросить даже жениха, невесту или родителей заранее, вот, стоит подробно снимать кортеж вам или нет. Если им это неинтересно, у них там нет оформления кортежа и они едут как попало, можно это и не снимать, но обязательно как кортеж отъезжает от дома обязательно надо снять, и как кортеж приезжает в зал тоже снять обязательно. Вот смотрите, вот тут две стыковки, уезжает из дома и следующим кадром вы можете показать приезжает в зал, вот, но лучше всего эту склейку делать через один кадр, через панорамный кадр зала, то есть уезжает из дома, если вы кортеж не снимали, уезжает из дома кадр зала, допустим, скуптора, да, и потом заезжает в зал, если есть красивый кадр снятый именно в этот момент, кадр зала снятый в момент, когда все заезжают, лучше, конечно, будет, если вы таким планом это и покажете. либо вы можете показать через крупный план, через адресный план, который вы заранее снимали, допустим, выезжает из дома, вывеску зала, и потом как подъезжает в зал, вот, через перебивку мы перешли с одного сюжета на другой сюжет. так, ну, рула карбана. Сейчас мы об этом тоже поговорим, я с этой схемой закончу, что делать дальше. В принципе, по плану, по плану мы почти все затронули до момента приезда в зал, да, обязательно выход из машины, и как заходит в зал, пускают голубей, и так далее, это тоже, ну, снять нужно. Что снимаем в зале? В зале мы снимаем все происходящее, тут уже зависит от вашего профессионализма, насколько вы профессионально можете снять то, что происходит. То есть, кто-то может трехосник на монопод кинуть, и вот так ходить, в одну камеру все снимают, допустим, с танцующих на сидящих, ползала обошел обратно на танцующих, кто-то поднимает там, имитирует экрановскую съемку с помощью трехосного саблизатора. Ну, люди на все способны, так же, как и видеографы, или наоборот, видеографы на все способны, как и люди. Вот, тут уже зависит от вашей компетентности, от вашего умения, навыков, да, снимать правильно и красиво это все происходящее в зале. Вот, так, по плану в зале, ну, план в зале от вас уже не зависит. Единственное, что нужно делать в зале, вы должны хотя бы сценарий знать происходящее приблизительно. Если сценарий утверждается предварительно и заранее, вы можете об этом узнать у клиентов до свадьбы. Если у вас какой-то сценарий, тайминг и так далее, если есть, пожалуйста, ну, отправьте мне его в электронном виде, хочу ознакомиться. То есть, вы должны знать, если будут там танцы, сколько танцев будут приблизительно, да, допустим, лезгинька, сколько танцев, какое время, там какие-то выступления, гостей, танцоров, других, допустим, гитаристов, музыкальный оркестр, я не знаю, много чего может быть на свадьбе. Вы обо всем об этом заранее узнаете, чтобы вы смогли спланировать правильную съемку, чтобы для вас не было внезапным там выход ансамбля, выключение света и так далее, и так далее. Вы все должны знать, допустим, какой-то певец там с Америки приехал, будет петь, да, и он начинает петь, а там ни одного оператора нету, и там вы начинаете снимать его там с половины песни, ну, некрасиво, да, поэтому такие вещи делать нельзя. По плану я сейчас почти все расписал до зала. В зале уже практически от вас ничего не зависит, если вы предварительно самодой обговорили, где будут тостующие, и в этот момент контролируете, в принципе, все, что там происходит, вы уже должны с помощью многокамерной съемки отрегулировать, то есть вы уже не влияете на сам сюжет, вы снимаете только репортаж, только происходящее, и тут зависит от вашего творчества, насколько это будет красиво. Концовку тоже, концовку свадьбы обязательно, она может быть разная, некоторые, допустим, видеографы что делают? Жених, невеста из зала выходят, они прекращают съемку, то есть там может свадьба продолжаться, идти, танцы, там какие-то друзья остались, родители и так далее, пьяные, не пьяные, разницы нету, вы пришли снимать свадьбу, снимайте до конца, не прерывайте, не надо монтировать на месте, это самое плохое, что вы можете сделать, монтировать на месте, то есть что-то не снять, потому что это неинтересно, это не вы решаете, это решает клиент, вы отснимите это все, отснимите и потом уже, когда будете монтировать, вы можете спросить, а вам вот то, что после выхода жениха и невесты из зала оставить или нет, вы будете это смотреть, или отдельным файлом вам скинуть и так далее, то есть вот это надо заранее регламентировать, не будете, там домой кто-то просит поехать, хотят езжайте домой, не надо там придумывать дополнительно сколько-то там тысяч и так далее, но если вы снимаете там за 15 тысяч, понятно, вы можете там накинуть и так далее, а так если у вас вменяемый прайс, ценник не стоит там за 2-3 тысячи дополнительно накидывать за съемку дома, там дома особо ничего не бывает, заходят домой, там максимум еще торт порежут и все, и оттуда уходите, если не едете сами, отправьтесь своего оператора, вот это все, вот, по поводу плана съемки на свадебный день, мы все обсудили, если у вас какие-то вопросы есть, вопросы задавайте, я на них отвечу, и вот тут ну рула Курбанов спрашивает, если ты снимаешь однокамерную работу, стоит ли имитировать двухкамерную работу, я работал в таком стиле, если ты начинаешь имитировать двухкамерную работу, как правило, ты можешь потерять до 30% сюжета своего, вот, ты можешь потерять, то есть, если, допустим, ты снимаешь только общим планом, допустим, танец начался, и ты снимаешь общим или там расставым планом, И у тебя возможность только панорамить Вот я снял весь танец Три минуты С одной точки Я снял этот танец У меня три минуты в монтаже Браг нету Теперь я хочу инвентировать двухкамерную съемку Я снимаю Допустим 40 секунд или минуту Панорамой Потом перехожу на другую точку И укрупняюсь И начинаю снимать Где-то там крупные Где-то поясные планы Вот тут мне опять нужно будет резать И сдвигать видео Если я аудио не буду резать Мне придется сдвигать только видео Соответственно общая длительность Этой съемки уже станет короче То есть уже будет не 4 минуты А будет меньше И вот так вы будете терять Тут еще важно Знаете Допустим вы можете имитировать Многокаменную съемку Во время пожеланий Тосов Допустим Вы начали снимать общим планом Человек что-то говорит И где-то он допустим Интонационную паузу сделал Там Или вдох набрал Вы можете в это время зумировать И снять план крупный Вот И тут получается Вы имитировали Но тут можно сделать практически без потерь Без потерь вы можете здесь сделать Во время интервью Ну во время пожеланий Вот А во время танцев Если это непрерывные Танцы многочисленные Да То есть людей много И танцплощадка Если не пустует Во время танцев Да Тут Все зависит от того Зачем вам это нужно Надо ли имитировать Эту съемку Я допустим Раньше имитировал Сейчас не имитирую То есть я за танец За танец Я могу сделать Два или три перехода На новый план На новый кадр Вот Но я не буду стараться Имитировать Двухкамерную съемку Вот Заплатили за одну камеру Покажите одну камеру Ничего постыдного В этом нет Снимите непрерывным планом На то Двухкамерная съемка Она интереснее То что Ты можешь Переключаться И не показывать Все с одной точки Вот Если вы умеете Это донести до клиента Да Сказать что Одна камера Все будет С одной Непрерывной камеры Я буду показывать Танцы Вас это устроит Если устроит Вперед Если хотите Чтобы это все Выглядело Поинтереснее Берите две А еще интереснее Берите три Вот Если вы умеете Это объяснять И доводить до клиента Я думаю Однокамерную работу Уже Будете снимать Либо будете снимать Уже В таком стиле Чтобы у вас Меньше брака было И меньше работы По монтажу То есть Если вас Наняли На однокамерную работу И вы Не имитируете Две камеры Никак И Вы снимаете Максимально Емко То есть Чтобы В вашем Сюжете Не надо было Ничего вырезать То есть Вы Снимаете Танец Начали С самого начала Сняли До самого конца Желательно Без переходов Вот Сняли Следующий танец Можете снять С другой точки С другого ракурса Чтобы Ну В общем Это все Выглядело Ну по другому Поинтереснее Вот Допустим Если вам Нужно снять И гостей И то И все Все включено Там В однокамерную То Опять Делаем Это все правильно Снимаем Важные танцы Снимаем Если у нас Идет Допустим Дискотека Три танца Или Лезгинка Слишком Длинная До Четыре Пять Лезгинок Подряд Вы Снимаете Две Лезгинки А на Две Остальные Лезгинки Вы Переходите Быстро Снимаете Гостей Причем Гостей Надо Снимать Начинать Снимать С дальних Столов То есть Ближние Столы Которые Ближние К танцполу Столы Вы Их Всегда Можете Снять Ближние К танцполу Столы Вы Всегда Можете Снять Во Время Пауз Во Время Тех Моментов Когда Тамада Приглашает Гостей На Это Же Время Уход Он Объявляет А Сейчас Мы Зовем Родственников Дядь Тет Жениха И Пока Они Придут Все Появится На Танцплощадке Вы Можете В Это Время Ближние Столы Все Снять Это Нужна Тактика Должна Правильной Съемки Во Время Однокамерной Работы То В Первую Очередь Снимаете Дальние Столы Допустим Если Есть Какая-то Пауза Получасовая Там И так Далее Вообще Будет Круто Вы Сможете И Танцующих Все Снять И Допустим Сидящих Всех Снять Но Если Пауз Нет Обычных Не Бывает Вы Просто Берете И Какой-то Танец Исключаете Ради Того Чтобы Снять Гостей Гостей Детали И Нурик Ты Сейчас Меня Грузишь Ты Хочешь Все Включить В Один Вопрос Понятно Что Гости Будут Так Ты Должен Об Этому Объяснить Человеку Что Гостей Ты Должен Снять В Любом Случае В Любом Случае Но Ты Должен Предупредить Люди На чем Делать Акцент Я всегда Когда С клиентами Разговариваю Я им Говорю Однокаменно Редко Бывает Но Если Бывает Я Говорю Так Я Снимаю Один Я Разорваться Одном Моментно Во все Стороны Не могу Говорю Я Снимаю Один Нужны Ли Вам Гости Сидящие Проходящие И так Далее Люди Если Нужны Я Какой-то Жертвую Одним Двумя Танцами И Обхожу Все Снимаю Гостей Потом Если Вы Снимаете Однокамерную Работу Гостей Не надо Снимать Подробно Допустим У меня Есть Дальние Столы Их 16 Штук И Мне Надо Снять Гостей То есть Снять Гостей Красиво Это Значит 2-4-6 У меня Есть План Съемки Гостей 2-4-6 То есть Я Снимаю Стол Целиком Это Я Называю 6 Целиком Общий План Стола Это 6 Потом Снимаю В одну Сторон Двух Человек В другую Сторон Четырех Человек То есть У меня Разные Крупности Три Плана Одного Стола Если Я Это Буду Делать С каждым Столом Это Хорошая Съемка Называется Гостей А Если У меня Однокамерная Работа Если У меня Однокамерная Работа То Я Могу Снять Все Столы Просто Общими Планами Общими Планами И Все Кто Там Именно Лицом Попал Не Попал Это Уже Не Важно На Это Времени Нет Ты Кленту Можешь Сказать Вот Я Снял Пусть Он Боком Стоит Но Я Снял Если Вы Хотели Подробно Надо Было Заплатить И Посчитайте Ну По 10 Секунд Посчитайте Плюс Переход С одного На Другой Стол Ну По 15 Секунд 15 Секунд Умножить На 16 И Вот Вы Получите Сколько Там По 15 Секунд 4 Плана За Минуту 4 Плана За Минуту Это Получается За 4 Минуты За 5 Минут Это Вы Получается За 2 Песни Вы Можете Снять 16 Столов Это Очень Много Это Очень Много Просто Надо Это Делать Конкретно И Быстро Вы Должны Понимать Что Вы Делаете И Ради Чего То Есть Обычно Зал Устроен Так Что Люди Сидят В Два Ряда Могут В Три Ряда Сидеть К Площадке Начинаете С Дальних Столов Допустим Один Проход Сделали Дальних Столов Там Какой-то Сюжет Тосты Начались В центре Пришли Сюда Тост Произнесли Станцевали Потом Танцы Продолжаются И Кусочек Танца Или Третий Танец Вы Просто Вырезаете Идете Второй Ряд Столов Снимать А Ближние Самые Ближние К Танцующему К Танц Площадке Ряд Вы Снимаете Уже Во Время Вот Этих Пауз Когда Гости Их Позвали И они Идут К Танц Площадке Вы Снимаете Ближние Столы Самые Ближние Вот И Все Главное Иметь В голове План Если Плана Нету Да Ты Будешь Разрываться Бегать Не Понимая Что Ты Успел Не Успел Надо Не Надо Вот Если У тебя Есть Четкий План Ты Вот Этот Головей Если Вы Хотите Я Сниму Только Танц Площадку То есть У тебя Есть План Ты Им Объясняешь И Они Тебе Говорят Нам Гости Не Нужны Тогда Ты Снимаешь Все Упор Делаешь На Танц Площадку Снимаешь Только Танц Площадку Если Они Говорят Мы Все Хотим Но При Этем Однокаменная Работа Ты Им Объясняешь Все Танцы Абсолютно Я Снять Не Смогу Но Я Буду Делать Монтаж На Месте Да То есть Я Несколько Танцев Не Сниму За Это Время Я Сниму Гостей Интервью Пожелания И так Далее И так Далее Где Ни Во Дворе Если Вы Хотите И Согласны На Такую Съемку Давайте Я Вас Заранее Предупреждаю Я Каких Отдельных Гостей Искать И так Далее Он Ко Мне Не Попал Он С Москвы Приехал Я Это Контролировать Не Могу Когда Я Один Если Вы Заранее Возьмете Двух Операторов Объясните Что Где На Чем Акцент Вы Хотите Сделать Мы Сделаем Акцент Если Акцента Нет Просто Общая Съемка Доверяйте Нашему Опыту То Мы Делаем Вот Так И Вот Как Я Объяснил Сейчас Однокамерную Съемку Так И Делаем Во Время Каждая Песня Вы Можете Менять Ракурс Но Снимать Непрерывно Соответственно С Небольшой Панорамой Какие-то Танцы Можем Вырезать И За Это Время Снимать Гостей В Зале Бегущие Тамада И Так Далее Вот Смотрите Многие Вот Я Вчера Монтировал Одну Свадьбу Вот Стоит Певица И Вот Так Делает Да А Человек Снимает Крупный План Ну Зачем Вот Это Крупный План И Крупный План Получается Тоже Вместе С Не Вот Так Смещается Но Это Никому Не Интересно Смотреть Как Человек На Крупном Плане Вот Так Камера За Нем Так Следить А Певица Вот Так Шатается Не Снимайте Такие Кадры То Если Человек Слишком Много Двигается Старайтесь Снять Неподвижный Кадр Его И Все То Если Тамада Бегает Снимайте Его Общим Планом И Все Чтобы Вот Этого Не Бло Чтобы Вы Вот Так Не Бежали За Крупным Планом Если Он Адекватно Стоит И Не Двигается Ноги У него Вкопанный Он Говорит Головой Поворачивает Вы Можете Снимать Крупный План Но Если Он Начинает Шаг Влево Шаг Вправо Делать Достаточно Ростовой План Снимать Но Если Человек Начинает Уже Ходить То Налево То Направо Снимайте Общим Планом Стоите На Месте И Вот Так Просто Общим Планом Его Провожаете И Все Не Создавайте Себе Лишние Проблемы Если Человек Адекватно Не Может Вести Себя Как Тамадо То Вы Не Обязаны Ему Крупным Планом В Движении Никому Вы Не Обязан Ваше Дело Упростить Съемку Особенно Однокамерно Тамада Знаете Если Тамаде Не Заплатили Там 200 Тысяч Вы Акцент На нем Тоже Не Обязан Делать Никто Не Обязан На нем Акцент Да Правильно Будет Если Допустим Тамада Объявил Там Сейчас Приглашаю Гостей Из Москвы Если Вот Этот Кусочек У вас Есть Я Приглашаю Гостей Из Москвы Пожалуйста И Следующим Кадром Уже Гости Все Стоят Вы Через Перебивку То Есть Не Внезапно Там Я Приглашаю Гостей Из Москвы И Следующим Кадром Сразу Там 16 Человек На Площадке Стоят И Начинают Говорить Нет Так Не Хотя Бы Через Одно Или Через Две Перебивки Да Я Приглашаю Гостей Из Москвы И Там Несколько Сидящих Столов Жениха Невесты Можно Посторонних Планом А потом Уже На фоне Можно Звук Уже Подключить И Потом Показать Гостей Которые Уже Стоят И Что-то Говорят Вот Поэтому Я Тамадой Пренебрегаю Чаще Всего Я Им Пренебрегаю Не Всегда Но Я Опять Я Не Монтирую На месте Я Снимаю Все Что Говорит Тамада Я Снимаю Все Кроме Кроме Есть Момент Который Я Не Снимаю Обязательно Вот Допустим Тамада Пригласил Кого-то Дал Ему Слово И Когда Он У него Микрофон Забирает Обратно Вот Эти Слова Я Могу Вообще Не Снимать Мне Его Чувство Реакция Не Нужна Потому Что Для Меня В Этот Момент Важно Стоять На Месте Откуда Я Начну Снимать Танец То Есть На Начало Танца Я Уже Должен Быть На Месте То Есть Тамада Говорит А я Объявляю Танец И Сразу Музыка Начинается Если Вы В Уже Началась И Танцующие Уже Начали Идти Или Танцевать Здесь Вы Сделали Неправильно Поэтому Когда Человек Заканчивает Говорит Последний Танцующий Заканчивает И Микрофон Отдает Тамаде Все Что Дальше Тамада Скажет Меня Не Интересует Этот Звук Будет Записан Но Я Сначала Уйду На Место Откуда Я Начну Снимать Начало Танца У меня Запись уже Будет Включенная На Начале Танца Поэтому Начало Танца Я Никогда Не Пропускаю У меня Всегда Камера Одна Включенная В начале Танца У меня Не Бывает Что Я Не Снял Или Там С Половины Танца Начинаю И Это Все Я Урезаю Последние Слова Тамады Ухожу И Начинаю Либо Я Либо Мой Второй Третий Оператор Поэтому На начало Танца Вы Всегда Должны Быть На Месте Особенно Если Это Однокаменная Работа Вообще В любом Случае Так Давайте Я Зачитаю Список Чего Нельзя Делать На Свадьбе Вот И мы На этом Эфир Закончим Так Чего Нельзя Делать На Свадьбе Это Бегать По Площадке Об Это Я Уже Тоже Не Раз Говорил Что Нельзя Бегать По Площадке Так Или Иначе В Какую Камеру Вы Попадете Плюс Клиент Для Клиента Бегущий Оператор Куда Это Неуверенный В себе Что-то Забывший Неуспевающий Оператор Поэтому Не Создавайте Неправильное Впечатление О себе Не Бегайте Никогда Батарейка Села Вы Успеваете Не Успеваете Не Бегайте Идите Спокойно Уверенно Идите Куда Идете Танц Площадка Банкетный Зал Не Такой Большой Чтобы Вы Потеряли Минуту Во Время Вашего Хождения Не Бегать Приходить Без Батареи Флешек Вот Некотор Бывает Там Идут На Съемку Возьмут Одну 64 Гиговую Флешку И Начинается В конце Свадьбы А у Меня Флешка Закончилась А у Меня Батарейки Селя А я Зарядку Дома Оставил А я То А я Все Не Ходите Так Это Некрасиво Не Простите Тоже Ни У Один Раз Считайте На 4 5 Лет Купите 10 Не 10 10 Не Буду Говорить Подумать Что Я Глупо Скоро Купите Себе 5 Флешек Понятно На Одной Свадьбе Вы Не Заполните Но У У У У У У У У Купите Дополнительную Зарядку Которую Вы Будете С Собой Тащить И Несколько Батарей Не Одну Батарею И Пуэрбанк Как Многие Делают А Три Батареи Хотя Б Купите И Пуэрбанк Пускай Будет На Всякий Случай Для Длинных Съемок Так Нельзя Подкатывать К Девочкам У Многих Фотографов Бывает Этот Прикол Там Особенно Нежинатор Они Начинают Заигрывать Там Привет Давай Поговорим То есть Когда Ты Начинаешь На такие Вещи Отвлекаться Понятно Это Жизненные Моменты Да Там Ты Молодой У тебя Тестостерон И так Далее Но Ты Уже Не Выполняешь Задачи Как Надо То есть С головы Вот от Плана Которым Я говорю Это же Не Просто Так Вы Должны Приучить На Автомате Себя Работать По Плану Это Все Я Сейчас Рассказал Вы Это Запомните Но Делать Сразу Вы Это Не Сможете Поэтому Это Нужно Довести До Автомата И Когда Начинаются Вот Эти О Вот Мне Девушка Понравилась Я Начну Там Больше Снимают Поближе К ней Стоять И так Далее Это Все Уже Уходит Уводит Вас От Нормальной Съемки Если Вы Хотите Нормально Снимать Это Исключите Пожалуйста Потом Дайте Номер Визитку Поговорим После Свадьбы Если Есть Там Какие-то Нереальные Чувства Так Дальше Снимать Интим Многие Ну Немногие Бывают Такие Случаи Когда У Кого-то Фотографов И Видеографов Без Разницы Да Они Начинают Снимать Интимные Там Фотографии Невесты Там Грудь Акценты Делают Почему-то Еще Что-то Начинают Никогда В оригинале Этого Быть Не Должно Это Попадет Клиентам Не Попадет Один Раз Да Попадет Об Этому Будет Нехорошее Впечатление Связано Поэтому Не Делайте Не Просто Так Не Для Себя Не Для Портфолио Никогда Не Снимайте Вот Это Нельзя Снимать Вообще На Телефон Тоже Смотрите Сколько Ходили Но Не Снимайте Вот Эти Вещи Так Снимать Без Аудиорекордера То есть Если Вы Звук Не Пишите Это Уже Некрасиво Это Слишком Шумно Вот Я Знаете Я Вот Сколько 10 15 Ну С Десятого Года Получается Это 13 Лет Я Записываю С Аудиорекордером И Сейчас Когда Я Вижу Свадьбу Без Аудиорекордера Вот это Как Пропасть Да Такая Как будто Оператор Провалился Под землю И вот Снимает Вот оттуда Снизу Да Очень Плохой Звук Некачественный Некрасивый И слушать Бывает Тяжело Такие Вещи Поэтому Без Аудиорекордера Старайтесь Вот Хорошее Видео Это Когда И хороший Звук Тоже Это Взаимозависимые Вещи Если Вы Какой-то Танец Сняли Красивый Но У вас Нет Хорошего Звука Вы Соответствующий Эффект На Смотрящего Можете Не Произвести Поэтому Хороший Звук Считайте Что Он Так же Важен Как И хорошее Видео Качественное Так Нельзя Кушать Полчаса Тоже Момент Такой Острый Бывает Кто-то Там Я целый День Работал А сейчас Я сяду И поем Короче Вот Опять У нас Нету Ну Редко Бывает Допустим На армянских Свадьбах Бывает Такая Пауза Когда Вся Свадьба Сидит И Ничего Не Делает Ну Просто Разговаривают Люди Вот Этот Момент Вы Можете Себе Предоставить Там Сесть Поесть Подумать Чай Попить И так Далее Но Когда Вы Находите На Дагестанских Свадьбах И Все У нас Идет Без Остановки Все Друг За Другом Тастующие Танцы Тасты Танцы И так Далее И так Далее Себе Позволить Сидеть Больше Чем Десять Минут Это Нехорош Тон Вообще Если Не Сядете Будет Круто Для Вашего Рейтинга Если Вы Не Сядете Будет Очень Хорошо Потому Что Есть Люди В Зале Которые За Вами Наблюдают Запомните Есть Люди В Зале Которые За Вами Наблюдают Вы Сядете На Пять Минут Или Там На Полчаса Они Могут Все Полчаса Наблюдать За Вами И Потом Сказать Что Он Полчаса Ни черта Не Снимал И Все Они Про Остальное Не скажут Они Скажут Он Полчаса Сидел И Кушал Только И Все Поэтому Это Острый Момент Будьте Внимательны Потому Что На Одной Свадьбе Я Помню Была Русская Свадьба Ну Очень Веселая Была Свадьба Я Вообще Не Сел На Этой Свадьбе Я Всю Дорогу Снимал И В конце Сестра Невесты Говорит Я Весь Деньги За тобой Наблюдал Ты Даже Не Сел У У У Ни Времени Не Было Поэтому Не Сел Ну В Конце Мы Сели Вместе С ними У нас Такие Дружеские Отношения Завязались Мы В конце Свадьбы Уже С этими Сестрами Посидели Сами Вот Поэтому Если Клиент Или Потенциальный Клиент Не Увидит Что Вы Сели Это Вашу Копилку Плюс Если Прям Вы Не Можете Без Идеть Сядьте 5 Минут 5 6 Минут Или Если Есть Пауза Можете Сесть Поесть Ничего страшного В этом Так Потом Нельзя Дергать Камерой Вы Там Что-то Увидели Резко Дергаете Камерой Ну Это Нехорошо Допустим Как Бывает Часто Замечают Да Вот Кто-то Снимает Танцующих Допустим Танец Жениха Инвеста И Внезапно Короче Приспичило Как будто Человек Бах Где-то На хлопающих Разворачивается Резко Начинает Тут Снимать И потом Бах Обратно Или Допустим Пожелания Родители Говорят Или Пожелания Какие-то Родственники Говорят И здесь Допустим Сбоку Мама Стоит Человек Который Снимает Пожелания Резко Разворачивается На маму 4-5 секунд И резко Разворачивается Обратно А в это Время Этого Человека Больше Никто Не снимает То есть Вы должны Приоритеты Определить Что Зачем И кто Что Должен Снимать Невозможно Чтобы Один Человек Вот Разрывался Потом Это Все Монтировать Гораздо Сложнее Бывает Обычно Тастующего Снимает Один Человек Он Должен Снимать От начала До конца Непрерывно Все Никуда Не отвлекаться Чтобы Не случилось Там Пол Зала Пусть Снесут Но Ты Тастующего Должен Доснимать Доснимение Он Важнее Если У вас Есть Выбор Между Тастующим Женихом Невестой Снимите Тастующего Потому Что Акцент На нем Он Разговаривает Внимание На нем Если Вы будете Показывать Жениха Невестой И кто Будет Там За кадром Говорить Через Десять Секунд Человеку Захочется Услышать Увидеть Того Кто Говорит А если Вы Его Не Показываете Как Они Увидят Поэтому Вот Эти Внезапные Переброски Камер Не Делайте Это Некрасиво Вы Должны Четко Понимать Когда Что Нужно Делать Во Время Танцев Кучу Перебивок Сидящих Ставить Нельзя Это Некрасиво Понимаете Так Потом Никогда Не снимайте Вот Это Хороший Тон Никогда Не снимайте Собственный Голос На Камеру Собственный Голос На Камеру Не Снимайте Вот Я Это Заметил Что Я Я Свою Съемку Так Постол Что Уже По Прошествии Многих Лет Я Уже Практически Своего Голоса В Камеру Не Слышу То есть Когда Я Что-то Говорю Ну С кем-то Общаюсь Я Отключаю И Разговариваю Или Если Я вопрос Задаю В интервью Да Я могу Сначала Объяснить Что Как Должен Человек Говорить На Что Отвечать А Потом Включить Запись Никогда Не Оставляйте Собственный Голос Это Тоже Ну Немножко Плохой Тон Да То есть Вы Должны Снимать Все Так Как Будто Это Репортаж И Сторонняя Съемка Вы Участвовать Лично В этом Не Должны Особенно Голосом Потом Во время Съемок Тоже Никогда Не Разговаривать Там Допустим Танцы Идут Вы Понимаете Что У вас Есть Аудиорекордер И Вся Съемка Вот Аудиорекордера Ну Звук Он Будет Добавлен Но Все Равно Во Время Этих Танцев И Там Съемки Гостей Допустим Вы Тоже Понимаете Что Будет Какой-то Другой Звук Все Равно Не Разговаривать Хотите Остановите Камеру И Поговорите С Кем Хотите Так Не Материться Вот Это Все Конечно Связано Не Только С матом Но И С Обсуждением Каких-то Сторонних Вопросов За Кадром Чтобы Ваш Вы Снимаете Что-то И Вы Начинаете Второму Оператору А Вот Ты Забыл А Вот Я Там Такую Девушку Видел Это Все Глупости Не Делайте Так Не Разговаривайте Во Время Съемки Так Нельзя Делать Чего Нельзя Делать Держать Монопод Одной Рукой Это Крайне Плохой Тон Это Сто Процентно Кривая Съемка Не Держите Монопод Одной Рукой Я Видел Нету Таких Профессионалов Которые Могут Хорошо Держать Одной Рукой Монопод Рано Или Поздно Вот Это Все Начинается Чуть Перед Чуть Назад Горизонт Уходит Нету Профессионалов Снимающих Монопод На Монопод Одной Рукой Нету Поэтому Как только Вторая Рука У вас С Монопода Уходит Все Для Меня Вы Не Оператор Так Нельзя Приходить На Съемку В Ярких Одеждах Вот Свои Понты Там Я Какой Крутой У Меня Там Такая Рубашка Такие Допустим Штаны Интересные Есть И так Далее Это Все Оставьте Для Девочек Вне Съемки На Съемочную Площадку В Ярких Одеждах Не Надо Приходить Красные Рубашки В Красных Штанах Красных Макасинах В Ярко Зеленой Рубашки Любая Яркая Одежда Не Пойдет Лучший Вариант Это Черный И Белый Самый Лучший Вариант Черный И Белый То Если Вы Будете В Белом Вы Будете Не Сильно Заметны И Для Клиентов И Для Других Операторов То Если Вы Попадаете В Съемку Общего Плана Другого Оператора Или Крановскую Съемку Если Вы Будете В Красной Одежде Вас Будет Всегда Видно Вы Не Одевайте Такие Вещи Старайтесь Слиться Со Всеми То Вы Знаете Что Большинство Людей На Свадьбе Будут Либо В Черном Либо В Белом Оденьтесь Как они Приходите Свои Понты Забейте Вас Позвали Работать Они Понтоварцы Понты Оставьте Понты Это На Втором Месте Это Для Людей Которые На Понтах Зарабатывают Если Вы Такой Человек Вот Вы Можете Заняться Эти Но Если Вы Чисто С Профессиональной Точки Зрения Смотрите На Это То Это Вообще Быть Не Должно Если Опять Если Вы Попали На Какую Интересную Свадьбу Знаете Что Все Будут Разноцветных Одежда Вы Можете Себе Это Позор Но Главное Не Выбивайтесь Из Толпы Чтобы Вас Сверху С Общего Плана Вас Такой Особенно Если Вы Бежать Начнете В Красной Рубашке У вас Стопроцентно Будет Видно Вот Поэтому Не Делайте Так Соответственно Тапочки Сандалии Это Все Тоже Оставьте На Какой Летний Сезон Шорты Тапочки Сандалии Это Все Неуместно На Свадебной Съемке Вот Нужно Приходить Соответствующей Одежде Чтобы Все Было Сдержано Чтобы Вы Не Выбивались Из Столпы Не Показывали Свою Оригинальность Это Никому Не Интересно Интерес Вас Прикласили Чтобы Вы Показали Съемку Видео Фото И так Далее Но Не Ваш Оригинальность В Одежде И так Далее Снимать В Упор На 16 24 Миллиметра То есть Если У вас 24 Миллиметра Не Старайтесь Не Старайтесь Снимать Людей Которые Находятся Вот Прям Перед Вами Да Вот Допустим Вы Снимаете Танец Жениха И Невеста На 24 Общий План Вы Снимаете Танец Жениха Невесты И Допустим Когда Они Отдаляются От Вас Это Нормально Но Как Только Они Начинают К вам Приближаться Вы Уже Вы Старайтесь Поймать Фокус На Невесте Которая Проходит Там В Полуметре От Вас Это Неправильно Вы Должны Сфокусироваться На Человеке Который Находится Подальше Ну На Танцующем Человеке Допустим Невеста Ближе Танцующий Дальше Вот Невеста В полуметра А танцующий С ней Находится Там В трех Метрах Фокус Должен Быть На Нем Вот Поэтому Не старайтесь Если вы Снимаете Общим Планом Не берите Фокус Людей Которые Находятся Ближе Двух Метров Это Некрасиво Будет Некрасиво Ну И там Шестнадцать Миллиметров То же Самое До Двадцати Четырех Миллиметров Ближе Двух Метров Людей К себе Не Подпускайте Не снимайте Это Будет Некрасиво Помещение Там Предметы И так далее Можете Снять А Людей Нет Мешать Остальным Во время Съемок Это Тоже Такой Нюанс Которого Придерживаются Не только Тактичные Люди Да Но И Профессионалы Если Человек Начинает Перетягивает На себя Одеяло И во все кадры Встревать Типа Я лучше А ты Никто Это Не профессионал То есть Профессионал На съемке Никому Ничего Не доказывает Он просто Делает Хорошие кадры С тем Что есть Да Вот И старается Другим Не мешать Вот это Профессионал А если Вы все Время Лезете Вперед И пытаетесь Там Себя Показать Из других Сделать Мягко говоря Говно То вы Не профессионал Уже Автоматически Если вы Не даете Другим Работать И вы Понимаете Что Так или иначе В комплексе С фотографом Вы должны Работать То есть Вы не можете Работать Без него Он без вас Вас Наняли Обоих И вы Должны Совместно Сделать Хороший Результат И единственный Выход Здесь Это Работать Вместе То же Самое Приходит Какая-то Другая Группа Другой Фотограф Другой Видеога Без разницы Вы должны Совместными Усилиями Не мешая Друг другу Сделать Хороший Контент Это Тоже Надо Уметь Делать Ваша Задача Не только Как я Говорил Снимать Вы Уже Должны И правильно Разговаривать Общаться Не только С клиентами И с теми Кого Вы снимаете Но и С коллегами Тоже Правильно Расставить Точки Чтобы Какой Бы Там Допустим Я давно Работаю Ну я В общем Так Неплохо Снимаю А приходит Человек Ну я вижу Я уже По поведению По некоторым Кадрам По пересветам В экранчике Я вижу Человек Снимает Слабенько Но все равно Я перед ним Не встану Я его Толкать Не стану Напрягать Не стану Говорить Ты мне Не мешай Не стану Я ему Тоже Дам Возможность Вместе Поработаем И все Будет нормально И он Сделает Все Что Может И я Сделаю Все Что Могу Поэтому Не старайтесь Перетягивать Одеяло Профессионализм Это когда Вы никому Ничего Не доказываете Но вы Делайте Свою работу Так Еще бывает Некоторые Снимают Сидя Вот Фотографы И Видеографы Сидя На стуле На диване Начинают Какие-то Съемки Делать Это Неправильно Нехорошо Это Некрасиво Вот Или Снимать Со стула Вот Раньше Мы Такие Съемки Делали Сейчас Я полностью От этого Отказался Потому Что Человек Снимающий Со стула Как правило Это человек Красной Рубашки Он во все Кадры Может попасть И он Выделяется Среди Всей толпы Поэтому Когда Нету Человека Стоящего На стуле С крана Кадр Допустим Мы показываем То Здесь Человек Который Просто Монопод Поднял На Двухметровой Высотой Он не сильно Заметен Б Но человек Который Вот Полным Ростом Стоит Выше всех Он Конечно Попадет И будет Слишком Видим В Крановскую Съемку Поэтому Это Некрасиво Не снимайте С этим Много Нюансов Связано Подробно Объяснять Не буду Ну Это Основные Параметры Чего Нельзя Делать Может Быть Исключение Где-то Могут Быть Исключения Конечно Но В любом Случа Если Вы Постараетесь Придерживаться Этого Плана То 19 Пунктов Чего Нельзя Делать Конечно Технически Нюансов По Именно Видеосъемке Очень Много Чего Нельзя Делать Я Сейчас Такую Сторону Объяснил Поведение В основном Чего Нельзя Делать Относительно Поведения Так Давайте На вопросы Отвечу И закончим Эфир Александр Трегон Гостей Не Снимайте Просто Так А Как Их Снимать Если Не Просто Так Вот Смотрите Да Если Идет Общение Понятно Что Допустим Тамадак Это Завязывает Разговор С сидящими Вопросы Задает Вы Это Обязательно Взаимодействие Должны Снять Кому Задает Кто Отвечает И так Далее Только В этом Случа Ты Снимаешь Гостей Но У нас Как Такого Взаимодействия Может И не Быть К Залу Обращаться И так Далее Но Бывают Моменты Допустим В зале Был Какой-то Гость Высокопоставленный Его Пригласили Но На Трансплощадке Не Оказался К Нему Никто Не Обращался Он Сидит За Дальним Столом Но Это Допустим Родственники Из Приехал 20 лет Его Никто Не Видел Как Исключить Вот Этот Момент Исключить Нельзя Поэтому Снять Нужно Всех Возможно Вы Будете Поставить И не Всех То Используйте Не Все Кадры Вот Допустим Я Снимаю Гостей Входящих В зал Я могу Это Все Дело Растянуть Съемка Вот Эти Всех Гостей Оформление Может Длиться Полтора Часа А Я Использую Девять Минут Я Где-то Оставлю Где-то Вырежу С гостями То же Самое Я могу Гостей Показать На одну Песню Или На две Песни Это Получается Шесть Минут То есть Из трех Часов За Шесть Минут Я Покажу Всех Людей Которые Сидели В зале Не Просто Покажу А там По свадебному Какую-то Песню Это Будет Выглядеть Это Зависит От Наверное Менталитета Где ты Снимаешь Акцент Допустим Армянские Свадьбы Они не делают Акцент На гостях То есть Вот ты Снимай Вот этот Концерт Центр Площадки Достаточно Им хватает Русские Там тоже Могут Не делать Акцент На сидящих А у нас Там Свадьбы Которых 200 человек Они так или иначе Все попадут В Ашкады А у нас Свадьбы Бывают Там 600 Тысяч Человек Вот вчера Мы снимали Свадьбу Там Тысячу Человек Приглашены Все же Не попадут На трансплощадку А Родители Хозяева Торжества Захотят Хотя бы Раз увидеть Кто у них Был на свадьбе Пришел Не пришел Поэтому Здесь Такой Момент Тоже Нужно Обговаривать Надо Не надо Добрый вечер Насчет хронологии В другом видео Поговорим Как это Оформлять Как монтировать И так далее Это я Нурику Отвечаю Да Я Какое-нибудь Отдельное Короткое Видео Запишу По Плану Как Что делать На свадьбе С чего Начинать Как заканчивать Возможно Так было бы Удобнее Для многих Александр Под какими Видео Нерабочие Я Недавно Обновлял Ссылки У некоторых Просто Ссылки Эти Грузятся Не с первого Раза Привет Всем С кем Я Не здоровался Жующих Гастей Вот смотрите Я Допустим Я Съемку На экране Делаю Да И я Вижу Стол Передо мной Женщины Сидят Я Вот Сколько Снимаю Они Столько И жуют Они Целый день Что-то Закидывают Что-то Делают То есть ты не можешь Выбрать Ну если У тебя есть Отдельный Человек Да Для этого Дела Если у тебя Есть отдельный Человек Который Снимает Людей Ты можешь Ему Сказать Вот обычно Я как говорю Вот гости Все пришли Жених С инвестор В зал Пришли Все пока Рассядутся Поедят Ну пройдет Минут Тридцать Сорок Да Когда они Активно Перестанут Есть Вот когда Вот через После прихода Молодых В зал Через 30 минут Если у меня Отдельный Человек Есть Я отправляю Его снимать Людей Он снимает Жуют Не жуют Разницы нет У нас нет Времени Снимать И ждать Пока Они перестанут Есть То есть Человек Мы не можем Стоять И ждать Вот допустим Человек кушает И ты ждешь Или там Пошел Других Снимать Потом Возвращаешься И ждешь Пока он Закончен Да Там Слишком Много Людей Этот момент Неконтролирован Понятно Если там Сорта Что-то Вываливается Человек Некрасиво Ест Чавкой Там Еще Что-то Да Там Вытирает Вот так Или Салфеткой Потирается Некрасиво Это Можно Не добавлять Не снимать И так далее Но Я считаю Если человек Ест Аккуратно Почему Его Не показать Если Он Если Он Целиком Голубец Целиком Голубец Не Закидывает Вот И то Даже Это Будет Интересно Если Человек Целиком Голубцы Голубцы Ест Вот Если Человек Ест Аккуратно Допустим Я снимаю Девушки Я вижу Аккуратно Ест Я добавлю Почему Нет Это же Все Естественно Что-то Такого Если Конечно Он Не Разевает Рот Так Что Голубец Вертикально Залез Тогда Другое Дело Поэтому Здесь Все Нормально Просто Вы Должны Как оператор Делать Оценку Каждому Кадру Вы Снимаете Есть Если Выглядит Нормально Оставьте Если Нет Возьмите Другой Ракурс Другого Человека Снимите Особенно Ну На На Общем Плане Кто Что-то Есть Там Это Ерунда Вот Если Вы Снимаете Крупно И Там Уже Тут Уже Нужно Делать Оценку Правильно Если Вы Снимаете Крупным Планом И Там Человек Есть Вот Тут Вы Уже Должны Сделать Оценку Он Есть Красиво Некрасиво Стоит Снимать Крупно Или Нет На Общем Плане Это Сильно Заметно Не Бывает Не Заморачивайтесь Если Сорта Ничего Не Падает Все Нормально Поэтому Ждать Сидеть Там Пока Он Поест Там Отдохнет Выпьет Расслабится И Будет Ждать Вас Такого Момента Не Будет У вас Поэтому Чтобы Не Мучать Себя Вот Этими Беготней По Людям Пока Не Едят Не Едят Они Будут Есть Весь День В Дагестане Так Если Человек На Свадьбу Пришел Он Будет Вот Он Сидит За Столом Весь День Он Будет Есть В Алейкум Салам Алейкум Агрессивные Это 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 Тоже Рабочий Момент Агрессивные Люди Вашу Сторон Это Рабочий Момент Который Вы Тоже Должны Уметь Справляться Тоже Как Напился Я Не Там Это Бывает Стекляшка Я Сразу Не Увидел Я Потом В конце Заметил Что Стекляшка Вылетела И Когда После Удара Сразу Подбежали Несколько Друзей Говорят Ты Извини Он Пьяный Если Что-то Испортил Мы Короче Тебе Заплатим Ну Я Посмотрел Так Не Заметил Эту Стекляшку Вроде Все Нормально Все Работает Говорю Ладно Забейте Вот И Дальше Не Решайте Не Пытайтесь Решить Эти Агрессивные Моменты На Месте Отложите После Потому Что Если Там Конфликт Начнется Вы Свою Работу Не Доделайте Поэтому Любые Непонятные Какие-то Ситуации Хотите Решить Решать Вне То Вы Ваши Обязательства Доснимать По Максимуму Все Эти Пьяные Разговоры Старайтесь Не Усиливать Конфликт Выйти Ситуации Так Чтобы Либо Решить Этот Вопрос Позже Либо Решить Это На месте Чтобы Он Больше Не Подходил Не Усложняйте Никогда Это Все Джангир Привет Так Если у вас Вопросов Нет По Саламрами Если у вас Вопросов Нет По Съемке По Плану Съемки На Свадебный День В этом Видео Я Рассказал Как Что Зачем Вы Должны Снимать Чтобы У вас Вот Это Минимальная Структура Была В голове Постоянно На Каждой Свадьбе Чтобы У вас Была Структура Съемки Что Зачем И как Вы Должны Снимать Что Важнее И Что Второстепеннее В Ютубе Сейчас Выходит 200-300 Долларов Выходит Месяц Но Не на Этом Канале На Этом Канале Я Практически Ничего Не Заработаю Там Один Два Доллара По-моему На Этом Канале Выходит На Ютубе А Так В общем Со Всех Каналов Там Где-то 200-300 Выходит В дан Момент Так Все Если У вас Вопросов Нет Относительно Плана Съемки На День Свадебной Съемки Вот Мы Завершаем Эфир Всем Большое Спасибо За Просмотр Если У вас Останутся Какие-то Вопросы Задавайте Или Пишите Темы Для Последующих Эфиров Заниматься Заниматься Начал Наверное Месяца Четыре Назад Когда Активно Начал Зарабатывать Тогда И начал Заниматься А до Этого Я просто Несколько Каналов Вел Чисто По фану Просто Закидывал Все Что Есть Своё Видео Вот А когда Уже Выстрелило Одно Видео Я понял Что В этот Момент Нужно Поддержать Канал Закидывать Больше Что Значит Когда Только Узнали Что Тебе Говорили Хорошо Снимаешь Говорит Я Снимаю Давно Уже Около Двадцати Трех Лет Да Двадцать Три Года Я Снимаю Поэтому История Большая Что Говорили Нужно Уточнить В какой Момент Именно Когда Я Только Камеру Взял Или Пару Лет Назад А Кто Именно Ну Люди Вот Сейчас Допустим Каналами По Двести Триста Тысяч Подписчиков Они Получают Меньше Чем Я Вот У Меня Подписчика было гораздо меньше я больше зарабатывал потому что у меня видео вышло в тренды в америке то есть там смотрели больше поэтому я зарабатывал больше чем эти 205 500 тысячные каналы все давайте про youtube поговорим потом у меня есть отдельный канал gold youtuber вот все что касается ютуба раскрутки так далее я записываю ролики там вот если хотите могу ссылку оставить но оставлю ссылку под этим видео кому интересно насчет ютуба я там рассказываю не часто но какие-то видео там выходит я там делюсь все всем спасибо большое за просмотр пока